Друзья, здравствуйте, вы на Ньюсейдере, я Александр Кушнарь. К вечеру пятницы 8 июля у нас подоспели прекрасные новости. Администрация Джо Байдена выделяет украинским вооруженным силам очередной пакет помощи в размере 400 миллионов долларов на этот раз. Он объявлен всего лишь через неделю после того, как был объявлен предыдущий в размере 800 миллионов долларов. И теперь Белый дом снова передает украинцам хаймерсы. На этот раз еще 4 единицы, но и не названное количество боеприпасов к ним. А что значит не названное, понятно. Это означает, что Соединенные Штаты продолжают политику сокрытия от врага, то есть от России, самого главного секрета. А каков наступательный потенциал у украинской армии и сколько Россия может потерять в результате ударов хаймерсов. Видим, эта тактика сокрытия работает и работает очень эффективно, о чем мы сейчас и поговорим. Ну а пока я остановлюсь еще на нескольких пунктах того, что войдет вот в этот транш-помощь. Тысяча высокоточных снарядов для 155-миллиметровой артиллерии. А что это такое? А речь идет очевидно о высокотехнологичных снарядах типа Эскалибор. То есть это те самые дальнобойные снаряды, которые летят чуть ли не на 50, а то и 60, а то и даже говорят некоторые 70 километров в зависимости от модификации. Ну а также, конечно, они являются высокоточными, что является дополнительным их преимуществом, по сути, самым главным. Они, эти активно-реактивные снаряды, наводятся по GPS, как и вот те самые ракеты для хаймерсов. И потому отклонение составляет буквально несколько метров. И именно эти снаряды, очевидно, показали себя прекрасно на поле боя, как и, собственно, хаймерсы. Понятно, что единственная причина, по которой Белый дом сейчас выделяет вот именно эту помощь, заключается в том, что это вооружение уже показало себя на поле боя очень хорошо. Иначе просто не выделяли бы так скоро вслед за предыдущим траншем. Очевидно, просто в Пентагоне убедили администрацию Байдена, что успех, который продемонстрировали в ССУ, используя хаймерсы, надо закреплять и закреплять срочно. Успех этот очевиден, и он ясен для всех. Сейчас буквально все эксперты мира, от Соединенных Штатов до Австралии, говорят, что в руках в ССУ хаймерсы, которые и так-то изначально обладают просто невероятным потенциалом, становятся просто-таки настоящими титанами войны. И результаты применения хаймерсов за последние чуть более чем две недели мы все прекрасно видели. Это ошеломительные успехи. Конечно, я не сторонник того, чтобы забегать вперед и бравировать, но в данном случае это даже не мое мнение, это просто признание экспертов. Эти ракеты действительно дальнобойные, действительно высокоточные, с отклонением буквально в несколько метров, действительно точно поражают те цели, которые в ССУ выбрали, и эти ракеты не могут перехватывать российские средства ПВО. Поэтому, естественно, что в стане врага, то есть России, сейчас самый настоящий переполох и замешательство. И, очевидно, это сказывается и на морали врага, потому что мы уже увидели, что новые попытки штурма оканчиваются для российских войск по всем направлениям. В общем-то, неудачно. И вот мы видим, как Генштаб ФСУ рассказывает, что украинским военам сейчас удается пока, по крайней мере, отражать наступление россиян. Недаром, я еще раз вам подчеркиваю, на днях Путин сказал, что тем войскам России, которые участвовали в бойне на Луганском направлении, надо отдохнуть. Понятно, что такая оперативная пауза выделяется для этих бучанских мясников вовсе не потому, что у Путина, например, внезапно проснулось гуманное чувство. В конце концов, дело не только в нем, по большому счету, у Путина ведь есть, так или иначе, резервы. Тем не менее, он их не бросает сейчас на то же Донецкое направление. То есть, дело, на самом деле, не в том, что нужно кому-то отдохнуть, а в том, что сейчас в российском Генштабе и, собственно, в Кремле лихорадочно пытаются сообразить, а что же теперь делать с этими, ну, на самом деле, несколькими хемарсами. Да, сейчас у ВСУ получается, буквально уже через несколько дней, ну, может быть, через неделю, появится на вооружении не 9 Хаймерсов и аналогичных систем, а 13. Ну, пусть даже и так. 13 Хаймерсов гоняют всю, так называемую, вторую армию мира по всему фронту. И вот сегодня мы получили просто невероятно хорошие новости, опять же, в связи с работой хаммерсов, бьют по тылам России беспощадно. И вот, что мы видим на сегодня? Это, опять же, новый удар по нефтебазе в Донецке. Опять же, новый удар по складу с боеприпасом в Шахтерске. Опять же, удар по складам с боеприпасами в Новой Каховке. Это уже на Херсонском направлении. Там же, на Херсонском направлении. С помощью хаммерсов ВСУ уничтожили два командных пункта врага. И сейчас эти данные доразведываются. Но, по всей видимости, это действительно так. И это я перечислил только за сегодня, только за последние сутки. И вот на этом фоне вдруг вылезает лунообразная физиономия Владимира Путина и произносит ту фразу, которую уже, конечно, все обсудили, но которая нуждается, на самом деле, в дополнительном прояснении. Он сказал, что, мол, а ведь мы, говоря он о Российской армии, еще даже и не начинали всерьез работать. Ну, то есть, то, что Российская армия задействовала вообще все свои конвенциональные силы, подводный флот, надводный флот, стратегические бомбардировщики, тысячи крылатых ракет, старых и новых, всю боеспособную армию, всю артиллерию, все снаряды, вообще все, что только можно, кроме ядерного оружия. Убили десятки тысяч украинцев, потеряли десятки тысяч собственных солдат только убитыми, не говоря уже про те десятки тысяч ранеными. Теряют сейчас экономику из-за все новых и новых пакетов санкций. Но они еще, оказывается, только и не начинали. И понятное дело, что Владимир Путин в данном случае включает свой обычный режим гопника, который заключается в том, что, когда Путин чувствует, что у него нету материальных оснований, у него кончаются ресурсы, у него нету реальной силы, он использует вот тот самый метод подворотни. Напугать, взять на понт, вытащить нож и начать размахивать перед лицом. Ну, а то и просто угрожать. Это действительно метод гопника. И в подворотни он очень часто срабатывает, особенно срабатывает против неподготовленных лиц. Но дело в том, что на этот раз Путин имеет дело отнюдь не с неподготовленными очкариками, которые сейчас же и пустят в штаны, а Путин имеет дело с очень неплохо вооруженной армией Украины, с тертыми калачами, с людьми, которые уже прошли огонь и воду, которые понимают, что сейчас решается вопрос о существовании не только Украины, но на самом деле всего цивилизованного человечества. Вот этим людям Путин пытается вот это втереть. Я специально задал вот этот вопрос своему источнику, я не буду его раскрывать, но я вам точно говорю, что это ответственное лицо. Я говорю, а вот что, собственно говоря, ты думаешь насчет вот этого высказывания Путина? Так вот я цитирую то, что он мне сказал. Не надо пугать ежа голой жопой. Из песни слов не выкинешь. То есть, в принципе, профессионалы прекрасно понимают, что это значит. Это значит, что реально как раз Путин не просто начал, а он уже использовал вообще весь свой материальный ресурс. Теперь у него уже нет ничего, кроме угроз. И угрозы призваны компенсировать тот факт, что все его возможности исчерпаны. И, естественно, что если бы эти возможности не были бы исчерпаны, если бы действительно Путин использовал бы только там, скажем, незначительную долю имеющихся у него ресурсов, вот как сегодня нам пояснил Песков, говоря о том, что, мол, потенциалы Москвы и Киева не сопоставимы, то в этом случае Путин и не стал бы ничего говорить. Ведь в конце концов Путин же не говорил про то, что, мол, мы еще и не начинали 3,5 месяца назад. Он сказал это сейчас, на пятый месяц этой резни. Он сейчас об этом говорит, когда он потерял несколько крупных военных кораблей, после того, как он потерял десятки, а то и сотни самолетов и вертолетов, после того, как он потерял, ну, по всей видимости, не меньше тысячи танков, не меньше тысячи артиллерийских систем, чем он вот сейчас это говорит, когда он уже по уши в крови. Так что всем понятно, что как раз ровно обратно происходит. Путин сейчас в растерянности. Но понятно, что это все происходит ведь как раз на фоне вот тех самых заработавших хаймерсов. Путин именно сейчас, когда хаймерсы работают по тылам и уничтожили уже намного более 10 важных ключевых пунктов России, вот именно сейчас Путин вдруг заговорил. Путин на самом деле очень легко просчитываемый гопник. Он начинает говорить тогда, когда у него действительно подгорает. Но, тем не менее, нам нужно очень серьезно относиться к его угрозам. Почему? Да просто потому, что у Путина есть ядерная кнопка, и нам не нужно об этом во всем и забывать. Сейчас Путин готовит плацдарм в Беларуси, откуда, вполне возможно, могут однажды произойти ядерные тактические удары по Украине, по Польше, по Литве. В всяком случае, у Путина надеются, что НАТО воспримет тот факт, что бьют в Беларуси, российские военнослужащие, но одеты в белорусскую форму, как, собственно, то, что может стать основанием для контр-удара по Беларуси, но не для контр-удара по России. Собственно, поэтому Владимир Путин и не аннексировал до сих пор Беларусь. Он как раз оставляет ее в качестве псевдо-независимого государства, дабы иметь возможность от имени, от лица, от формы этого государства вести, в том числе, и ядерную войну против того же Североатлантического Альянса. И весь вопрос в том, а что будет делать Североатлантический Альянс, в случае, если тактические ядерные ракеты полетят по Польше или по Литве? Готов ли будет Североатлантический Альянс в ответ нанести сокрушительный, в том числе и ядерный удар по России? Мы не знаем ответов на этот вопрос, но расслабляться ни в коем случае нельзя, потому что мы имеем дело с абсолютными выродками, с недолюдьми, которых возглавляет абсолютно нечеловеческое существо, которое, очевидно, готово идти до конца и погубить весь мир. Вопрос только в том, а сколько людей рядом с ним готовы рискнуть, собственно, и своими жизнями, и всем миром, и готовы ли они будут нажать на эти красные кнопки. Но так или иначе, мы видим, что сейчас, как минимум, появление нового вооружения у ВСО действительно создало крайне неприятный психологический фон у русской военно-саранчи и у лично Владимира Путина. Мы продолжим следить за этой историей. Спасибо, друзья. Поддерживайте украинскую армию и, при желании, наш канал через те ресурсы, ссылки на которые я даю в описании к этому видео, то есть через PayPal, Patreon, банковский счет и прочее. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok